Добро Божье и не Божье Что есть дерево познания зла Если по вашему вопросу, тогда так бы звучало Но дерево познания добра и зла И у этого дерева один корень И более того, это то дерево, от которого нельзя было есть Это не то, что ветки, которые поворачиваются на север, там будут плоды зла А вот другие ветки будут плоды добра И ты одни ешь, другие нет То есть подмена понятий в добре, она есть сегодня Из-за того, что размыты границы, люди не понимают, что есть где И там привожу пример про Диану, принцессу Или в данном случае, когда мы рассматривали ее ситуацию, когда она ушла из жизни И как Бог отреагировал на то, что в сердце Джона Бивера была боль и печаль Потому что ушел такой удивительный человек На самом деле у нее были многие позитивные стороны личности как человека Но что за этим скрывалось, когда, делая добро и имея такую симпатию со стороны людей к себе Она увлекала их в неправильные ценности И что здесь назвать добром в глазах Божьих? Остановить этот процесс или дать ему дальше развиваться Когда люди, которые дают обеты, потом их не выполняют Обеты в семье, обеты в данном случае царской семье В которой она пообещала быть верной и так далее Но публично, проводя свою жизнь вот так, как она проводила И совершая добродетель другим людям Это казалось все отлично То есть вот о чем речь То не всякое добро, которое люди называют добром, оно Божье И вообще от него исходит А Божье добро, оно, во-первых, как написано о благословениях Господних Они обогащают и печали с собой не приносят Многие люди назовут добром то, что они выиграли в лотерею большую сумму денег Но если 85%, если не 95%, потом гибнут от этого То есть спиваются Либо оказываются еще в больших проблемах То можно ли назвать это добром даже на старте? Бог видит всю перспективу А мы с вами очень ограничены И мы видим сейчас добром то, что хотим иметь как желание сердце А если это желание не принесет нам благо Оно не будет и в исполнении его называться добром Поэтому желание боящихся Бог исполняет И те, которые на самом деле знают Бога Читают Его Слово и понимают, проникают в это Слово И Слово становится в нас нашей частью То вы можете посмотреть Евангелие от Иоанна, 15 глава Если слова мои в вас прибудут И тогда чего не попросите, просите и будет вам То есть тогда, когда есть критерий истины внутри Он нас сохранит от неправильного добра Он нас сохранит от неправильных желаний Вот это я имела в виду И надеюсь, я смогла вам ответить на ваш вопрос Играет музыка Субтитры создавал DimaTorzok